Здравствуйте, друзья! Еще один момент по поводу выбора видеокарты. Что делать, если у вас в процессоре нет встроенного видео, и вы не играете, и вам для работы не нужна мощная видеокарта? Что бы я делал в этом случае? Как бы выбирал видеокарту? Я бы выбрал видеокарту с пассивным охлаждением, чтобы добиться больше тишины и чтобы было больше надежности. То есть в видеокартах с пассивным охлаждением нет вентилятора, он не сломается, а следовательно будет выше надежности, он не будет шуметь, а следовательно будет больше тишины. Идем в магазин, идем в видеокарты, выбираем, ставим фильтр, опять же, дешевых к дорогим сортировку, ставим фильтр только новые, нам БУ не нужны, ставим фильтр с пассивным охлаждением, их всего лишь 200 с чем-то штук остается, и выбираем максимально производительную видеокарту за те деньги, которые мы можем себе позволить. То есть начинается все с GeForce GT 710. Мы смотрим, ну, в принципе, это, ну, есть у нас еще немножко денег. То есть, если, например, идет выбор, то есть, ну, скрисите видеокарты одинаковые по производительности. Идем дальше. 710, 710, 710, и здесь 710, и тут 710, и тут 710. Итак, мы просматриваем. Цена фактически не меняется. Идем дальше. Идем дальше. Тут одни 710, так. Есть вот 730, то есть вот фактически за... То есть мы можем выбрать либо, например, вот эту, именно 3D GeForce GT 710, если, в принципе, нас цена устраивает, либо если нас цена устраивает, мы можем выбрать 730. Даже она, по-моему, дешевле была, да, где-то. Вот. 730, то есть устраивает, берем максимально мощную. То есть 730, она будет мощнее, чем 710. Берем. Устраивает, есть финансы, смотрим еще более мощную видеокарту. Сейчас попробуем еще что-то более... Ну вот GT 1030. То есть устраивает, берем GT 1030. Итак, мы выбираем видеокарту с пассивным охлаждением, максимальной мощности, которую можем себе позволить по финансам. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok